Золотый кот Беларуси. Выстава, хоть и мая такую назву, а не по сути, заявляется международной. Для удела уёй со своими годованцами у Гомель приехали простонки России, Украины и Латвии. Пытаться у них, чему и они так любят минавито котов, сенсу не мая. Это саправды любовь, причина, которой тяжко расслумажить иншим. Люблю за их общение. Котов надо понимать. Они как те же люди. У них свой характер, у них своё отношение к человеку. В принципе, это очень умные животные. Хоть только демонстрации котов у Гомеля не обмежевались, богатая не только выстава, а еще и конкурс на кожную породу есть свои критерии, пояких эксперты и вызначали лепших. Причем самим экспертам такие взносины с котами за это приносили великое задовольнение. Котам максимально сподобалось и не усе, а не поводили себе яны у основном миролюбивым. Любая кошка породистая, она должна проявлять добронравие и хороший характер. Они могут кричать, пытаться убежать, но они не должны кусаться, царапаться, проявлять агрессию какую-то. Об своих годованцах их владельники, сдается, ведают всё и могут рассказывать об этом, напевно, годинами. Заразумело, что когда, когда кот не трамал узного рода, а от этого любить его меньше не будут. Особисто для котов это, напевно, самое головное. Сын захотел, посмотрел по интернету, увидел британских котов, и мы захотели купить этого кота. Но когда приехали выбирать, она сама нас выбрала, и поэтому у нас получился шотландский кот. Она сама к нам пришла на руки, и мы её забрали, полюбили, и она у нас теперь самая главная хозяйка в доме. Олег Синчуров, Валерий Копанько, Телли Раду, компания Гомель.